И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик, впервые накладываю голос поверх ролика, не записывая его в данный момент. Сегодня мы пообозреваем все наши переапнутые, перевернутые, переделанные именно такие пушки. Я собрался сделать только самое интересное, самое интересное именно такие для меня, которые я в принципе имею в гараже пушки. Пообозревать, начинаем с жиги, быстренько, простенько, залетаем в каточку, делаем самый простой тест, то есть условно вы сейчас видите, жига с устройством, с тем которым у нас имеются именно такие эти компактные баллоны и простая обыкновенная жига. Вы видите, что две жиги сливают противника именно таки одновременно, ничего здесь нет такого сверх удивительного. Еще один такой же самый фрагментик, здесь вообще в принципе видно, что четко в одно время начинают и тупо вообще не различаются на каком ты устройстве играешь. Я понимаю, что это простые жиги, я понимаю, что здесь нет ничего такого сверх удивительного. Ну и сразу быстро переместимся к страйкеру, здесь для меня было, наверное, самое интересное понять, можно ли с бустером выдать сейчас три выстрела. И здесь я, конечно, ужасно сильно разочаровался, когда я увидел вот этот вот просто фиаско, просто фиаско для меня было в этот момент, меня так забомбило, это было что-то с чем-то, когда я понял, что сейчас со страйкером три выстрела нельзя выдать с большим тем уроном, которым раньше я мог выдать именно таки с бустером. Это печально, ребят, это серьезно печально, я не знаю, насколько будет актуально в последующем вообще играть на данной пушке, но, блин, это реально самая объективно сложная пушка в игре, и ее еще берут и делают просто пофикшенной, просто ненагибающей, на ней и так, по сути, особо-то никто не играет при всех тех условиях, то что я постоянно говорю, что она имба, она имба, ребят, но она имба только тогда, когда вы умеете на ней играть. А чтобы научиться на ней играть, надо, я не знаю, что нужно сделать, то есть, по сути, у нас сейчас, ну, хорошо, если 5% танкистов играет вообще на страйкере и на этом бустере, я не понимаю, зачем было вообще брать его и нерфить, вот просто объясните мне, зачем было взять и понерфить вот эту пушку, я серьезно не понял этого момента. То есть, вернемся к Жиге, да, пока у нас еще идет каточка, тут мы, конечно же, переместимся еще к ней, возвращаемся к Жиге. Тут я даже не захотел видос записывать, я просто не захотел записывать видос, я не захотел даже пикаться в катку и не захотел на ней играть. Понятное дело, что это просто бред и, можно сказать так грубо, устройство просто выкинули в мусорку. Просто были компактные баллоны, при том, что, в принципе, они уже и так сверх-то не нагибали нигде, я не видел бы, чтобы они там прям супер-мега круто тащили, ну, не было такого, ну, серьезно, объективно, ну, не тащило оно. Ну, да, были какие-то моменты, когда не было резиста у противника, можно было бы на компактных баллонах выезжать, но и так уже в матчмейкинге почти никто не играет на этой Жиге. Вы берете ее, фиксите, просто до самого, самого жесткого баланса для данной пушки и смысл вообще тогда от этого устройства. Вот смысл просто. Вы видели, что без устройства Жига, с устройством Жига. Потратил 100 тысяч кристаллов или сколько оно у нас стоит, если не ошибаюсь, то 100к, может кто хочет меня поправить пусть. И все равно ничего не изменилось. Просто круто, да? Вы взяли, купили устройство, потратили кристаллы и ничего не изменилось. Прикольно? Мне тоже очень понравилось в этом плане. Ну, а здесь на фоне такая каточка, просто первая катка. Первая катка, я не стал тут выбирать, я не стал тут где-то что-то перепикивать, смотреть, где будет страйкер нагибать, где не будет нагибать. Объективно, четко, понятно. Играть можно, играть можно. Тяжело? Тяжело? Безусловно, тяжело. Не так просто, как было раньше. Эта перезарядка хоть и на 10% увеличилась, но если сравнивать 10 первых процентов, то это еще, знаете, как... Ну, это еще привыкается. То есть вот сейчас, когда я сыграл одну катку, уже когда 20% у тебя замедленные ракеты, когда ты понимаешь, что с бустером ты уже не успеваешь 3 выстрела выдать, что это максимум 2 выстрела, ты начинаешь задумываться, зачем тебе нафиг этот страйкер нужен? То есть, объективно, пока я еще 100% не могу сказать, что устройство полностью испортили. Понятное дело, что его пофиксили. Понятное дело, что оно стало слабее. Насколько слабее, пока четко сказать не могу. Сегодня, безусловно, вечером на стриме, как всегда, в 10 по МСК, можете прийти, посмотреть, я буду на нем играть, я буду его тестить, я буду продолжать на нем катать. Ну и будет видно, будет видно. Безусловно, ну, каток 15-20, наверное, сыграть, чтобы четко понять вообще, что оно из себя представляет сейчас. Обкатаем, посмотрим, будет явно понятно. Пока имеем то, что имеем, да, как бы. Что же, говоря именно таки по другим устройствам, я не стал серьезно. Я не стал тестить что-то другое, я не стал смотреть тот же фриз, я не стал смотреть жигу именно таки, без горения. Понятное дело, что оно будет нагибать, возможно таки. Возможно, стоит прикупить данное устройство. У меня не было этих устройств, я не стал их покупать. Тоже устройство на рельсу, там реально крутое имбовое устройство. И, возможно таки, если у вас есть желание, ребят, то можете по этому поводу написать в комментарии, чтобы я затестил данное устройство на быструю именно таки перезарадку. Говорят, что оно сейчас неистово, просто неистово нагибает. Если есть желание, если вы хотите, чтобы я это все дело сделал Напишите в комментарии, протестим, посмотрим, нагибает, не нагибает Сделаем свой обзорчик, прикупим его Потому что, к слову, у меня этих устройств не было куплено Я не искупал все устройства именно на скидках Но не думал, что оно мне, в принципе, надо будет Да, в какой-то степени, может быть, зря, что я все не скупил Ну, как-то так, как-то так Не решился, не захотел Не получилось в какой-то степени, можно так сказать Не видел именно-таки в этом смысла Что же такое касаемость данной катки здесь на страйкере Ну, блин, я серьезно играл с таким лицом просто скаменным, можно так сказать При той, вот сейчас, вот вы видите, как я свожусь, да Я просто сводился и думал, блин, почему так медленно? Ну, вот серьезно, ну, сука, ну, почему так медленно? По сути, оно не должно было так влиять Но чувствуется, ну, серьезно чувствуется, что ты сводишься дольше Да, как бы перезарядка у тебя на единичные выстрелы Но, что оно будет еще именно-таки пофиксено Именно-таки на сводку при полных четырех ракетах Ну, я серьезно не думал, что именно этого тоже коснется данный урон Урон, 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 урон Ну, фиг его знает, ну, серьезно Ну, это ж, это ж жестко, это жестко Это, для меня это вообще печально Ну, вот серьезно, это печально Это то самое обновление, которое, сука, вот Меня, ну, так жопа взрывалась, когда я записывал Я даже не решил видос просто потом сверху записать Чтобы не было вот этого жесткого нереального бомбежа Потому что, ну, когда нерфят твою любимую, сука, пушку Я на ней уже месяца два катаю Я понимаю, как это тяжело одновременно И как это круто, когда у тебя получается Когда ты можешь на ней нагибать И потом тебе просто вот так вот берут И на, на, схавай называется Просто схавай Схавай устройство, которое теперь больше не будет так нагибать, как оно нагибало И то при всех этих раскладах Не у всех получалось на нем нагибать-то, е-мое И они делают так Ну, печально, ну, серьезно, печально Я не ожидал, что настолько все может повернуться Когда я увидел, в принципе, ну, я подумал 10% еще можно будет что-то сделать Но похоже, похоже, все Намного-таки, намного-таки тяжелее Ну, и последнее устройство, о котором сегодня мы тоже поговорим Сейчас я уже думаю, что там каточка быстренько закончится Будет именно-таки обзор рикошета Рикошета того самого устройства, которое я записывал отдельно Помните, может быть, Berser Такое было устройство Интересное довольно-таки устройство И, по сути, его типа апнули, да Типа есть ап Я решил, почему бы не потестить Почему бы не зайти в каточку Почему бы не попробовать Безусловно, это простая ДМ Сейчас уже каточка, к слову, заканчивается На пустынку меня закинет Такая вот пустынечка была Не сказать, что прям легкая Там было 6 или 7 резистов Ну, грубо говоря, играть можно Играть можно, плюс я залетел на бустере То есть, условно говоря, когда ты ловишь тайминг И когда у тебя идут вот прям круто киллы Никто их не тырит Это устройство просто неистово нагибает Ну, вот серьезно Оно просто, ну, на изи-каточке можно Условно говоря, там 4-5 танков Которые без реза просто на изи-катке нагнуть Но если у тебя начинают крысить киллы Как только начинают крысить киллы Все Ты выключаешься как будто из игры Плюс, если еще есть резисты, которые работают на тебя Ну, это просто ГГВПшечка Можно сразу текать с городу И у тебя, по сути, уже ничего не получится Ну, а так, в общем и целом Я могу сказать, что, в принципе Данные 3-4 шарика, которые добавили Ну, не сказать, что они сильно чувствуются Что они прибавились Но все же, если ловить тайминг на этом устройстве Оно будет еще круче нагибать Поэтому, если у вас есть желание Если у вас данное устройство не куплено Вот просто посмотрите, как можно его использовать Да, даже здесь, даже с семью Резистами на карте Его можно полезно использовать Да, есть какие-то тайминг-моменты Когда, ну, не заходит Ну, реально не заходит Ну, вот ты делаешь все, чтобы у тебя нагибала пушка Но то ли там резист попадется у тебя рядом То ли кто-то крысанет Килл какой-нибудь молот подъедет Еще что-то кто-то Что-то где-то тебе помешает Не зайдет, не получится, да Ну, а так вообще Довольно-таки интересное устройство И поэтому, если у вас его нету Я бы вам посоветовал его прикупить Она не так много стоит Берсерк, если не ошибаюсь Она стоит около 80 тысяч кристаллов Прикупите по тесте Если любите данную пушку То, в принципе, оно имеет смысл быть Если у вас еще есть бустер То вообще просто шикарно сочетается Я думаю, что если у вас будут попадаться Особо небольшие такие карты Типа там Red Alert Того же Хотя, в принципе, пустыня тоже небольшая была И, в принципе, я в данной катке 6 звезд своих сорвал То есть, как бы, для всех тех ребят Которые будут бить звезды в DM'ках Вы можете понимать, что, типа, даже с этим устройством Можно на изи-каточки именно-таки набивать данные 6 звезд И, в принципе, занимать топ-2 по именно-таки катке в DM'ке Как-то вот так вот получается Вот такой вот обзорчик Я не знаю, что еще можно было бы добавить Вообще, очень интересен мне ваш фидбэк По этому поводу Все же впервые я так делаю Я до этого привык Именно-таки записывать ролик Вот, то есть, включил Каточка у тебя идет И сразу, как бы, говоришь Сейчас вот попробовал Посмотрим Оцените Не оцените Зайдет вам Не зайдет Отпишите, пожалуйста, обязательно По этому поводу в комментарии Не так часто я прошу именно-таки вот Прям вот Кто досмотрел, ребят Ну, напишите Ну, напишите свое мнение Нравится, не нравится Заходит, не заходит Обязательно также, ребят Не забывайте подписываться на канал Нажимать на колокольчик Дабы не пропускать новые ролики Но у меня на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...